следующее усложнение нашей схемы будет таким образом выглядеть мы подключим два филиала которые будут подключаться через провайдера и настроим вначале статическую маршрутизацию так чтобы из филиалов можно было заходить в основной корпус а из основного корпуса филиалы давайте мы ну во-первых подключим обратно наш свитч который мы в прошлый раз отключали так поскольку роутер и свитч это дце то мы их подключаем кроссом сейчас мы уменьшим размер блока провайдера resize уменьшаем и построим два дополнительных филиала при построении филиалов мы примем несколько дополнительных решений которые вы можете взять потом на вооружение если хотите и так первый филиал будет подключаться через маршрутизатор там будет через коммутатор подключаться через коммутатор подключаться будет все остальное мы не будем расписывать просто подключим сюда пи си кроме этого на второй территории есть общежития общежития состоят из большого количества зданий нужно в каждом управлять трафиком мы не будем ставить один маршрутизатор на все общежития мы заменим его коммутирующим маршрутизирующим коммутатором поставим маршрутизирующий коммутатор вот сюда вот значит маршрутизирующий коммутатор у нас работает на третьем уровне То есть он кроме того, что коммутирует Это его основная работа Он еще может делать Основные вещи для маршрутизации Ну и поместим сюда Компьютер Вот так вот И второе Это у нас будет Кодовое название 42 квартал И второй Мы поместим в Сочи Значит мы тут Поставим Коммутатор Будем считать, что тут Построено все Достаточно Бюджетно И поскольку Для того, чтобы Подсоединять Маршрутизатор на несколько интерфейсов Мы должны платить За каждый интерфейс отдельно Мы тут поставим Маршрутизатор С одним интерфейсом Это так называемый Роутер Он застег Роутер на палочке Ну и Будем вот так вот Имитировать все компьютеры Плюс к этому Поскольку у нас Подключение идет На большие расстояния Мы Опять же С помощью Репитеров Подключим Оптику Итак Давайте мы Выберем Это у нас Ага Вот это у нас Репитер С контролом Я выбрал И Четыре репитера Подключил Так Escape Роутер Роутер у нас Подключается К репитеру К свитчу И к нему Еще нужно Подключить Маршрутизирующий Коммутатор То есть Нам сюда Нужно Добавить Еще один Интерфейс Ну вот Давайте Вот Скажем Вот этот Выберем С двумя Ethernet Картами Интерфейс Для этого Выключим Коммутатор Поставим Интерфейс И Включим Коммутатор Значит Сначала Давайте Скоммутируем Все А потом Дадим Имена Устройствам И На последнем Этапе Перенесем Их На физическом Уровне На физическом Виде В нужные места Итак Репитеры Репитеры Мы все Должны Заменить Оба Ethernet Значит Ставим Оптику И Ставим Fast Ethernet Включили Выключили Убрали Включили Ставим Оптику Так И Ставим Fast Ethernet Включили Опять Увеличили Увеличили Выключили Убрали Два интерфейса Поставили Оптику И поставили Fast Ethernet Включили И последний Репитер Выключили Убрали Интерфейс Поставили Поставили Оптику И поставили Fast Ethernet Включили Теперь Подсоединяем Начало Так Connection Коммутатор DCE Репитер DCE Кроссом Репитер Оптикой Коммутатор Репитер Прямым Fast Ethernet И На первый Значит Коммутатор И Маршрутизатор Подключили С помощью Прямого Кабеля И Коммутатор И Коммутатор Прямым Кабелем Коммутатор И маршрутизатор Прямым Кабелем Вот Второй Интерфейс И Коммутатор Прямым Кабелем Дальше Репитер Четвертый Кроссом Оптика Дальше Коммутатор Репитер Кроссом Роутер Коммутатор Прямым Кабелем Коммутатор Коммутатор Прямым Кабелем Значит Нарисуем Один Второй Поставим Метки Это Сочи Метку сюда Принесем И сюда Метки Москва Квартал Квартал Теперь переименуем Оборудование Чуть Приподнял Чтобы Было Видно Итак Это у нас Провайдер MC3 Это у нас Провайдер MC4 MC3 Медиаконвертер Тут у нас Сочи Сочи MC1 Сочи 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 Сф1 Сочи Сочи Гейтвей 1 Это у нас будет PC Sochi 1 Так, заполнили Значит, дальше Тут у нас Репитер будет называться MSK Q42 Media Converter 1 Маршрутизатор MSK Q42 Gateway 1 Switch MSK Q42 Switch 1 PC Q42 1 Значит, поскольку этот Switch у нас работает с общежитиями, мы его так назовем MSK Hostel SV1 И PC PC Hostel 1 Вот мы, собственно, подключили Все они находятся формально, физически, на нашей основной территории Нодонской Поэтому мы должны их перенести на нужные территории Ну, во-первых, сделаем еще один город Это у нас будет Сочи В Москве сделаем Еще одно Здание Это у нас будет Q42 И в Сочи сделаем здание New Building Назовем его Сочи Back Соответственно, посмотрим, что у нас есть В нашей серверной Все у нас попало в нашу серверную И переносим Move Move Что ж такое-то Сочи Провайдер Это к провайдеру переносится Moscow Provider Это переносится на 42-й квартал Move Move Так, 42-й Это к провайдеру Ага, это донская Донская Это у нас в Сочи Это у нас на 42-й Москву 42-й Сорок второй Сорок второй Так А вот еще вот у нас PC Они отдельно от серверной Давайте увеличим Это в Сочи Уезжает Так Это Донская Это на сорок второй уезжает Это на сорок второй уезжает Донская 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 Так Давайте посмотрим По Значит это у нас Провайдер 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 Это у нас Сочи 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 Донская Не перенесли Забыли Маршрутизатор Провайдер Сочи Провайдера Сочи Сочи Провайдер Провайдер Да, собственно мы схему и построили. Таким образом нам осталось распределить IP-адреса для всех устройств и прописать статическую маршрутизацию для всех этих устройств.